В системе канализации Сызрани запахло деньгами. Власти направили почти 2 миллиона рублей на меры по устранению зловонного запаха, который идет с очистной станцией. Дело в том, что сооружения для биологической, то есть обеззараживающей очистки, оставались недостроенными с 1987 года. Но недавно на станции провели реконструкцию и увеличили мощность сооружений для механической очистки стоков. В результате станция перестала справляться с большими объемами осадка. Проблему обсудили на Думском комитете по обеспечению общественной безопасности населения. У нас почти в три раза увеличилось количество осадки, которые складываются на новой площадке. И при исселенном ветре, как раз, на запах идет с новой площадкой. После многочисленных жалоб горожан власти решили направить деньги на продолжение модернизации очистной станции. Однако в Сызрани впервые столкнулись с такой технической проблемой, и ее пришлось изучить на опыте других городов. Был выезд у нас на очистные сооружения городского округа Самара, где такая же проблема, там серьезная проблема, там вообще там ПДК превышает, у нас ПДК не превышает. И вот, наконец, муниципалитет готовится заключить контракт с подрядной организацией, от которой требуется обследовать и дать рекомендации по улучшению работы сооружений биологической очистки. Комитетам построительства считают информацию на работу. Они сейчас проводят изыскания и будут включаться в программы для того, чтобы проводить дальнейшую реконструкцию очистных сооружений. Для устранения зловонного запаха обследуют аэротенки, вторичные отстойники, иловые резервуары и площадки, куда выгружают зловонный осадок от очищенных стоков канализации. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.